друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркетса оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки ну что ж на финансовых рынках наблюдаются а прежние распродажи риска причем некоторые инструменты рынка форекс валится сильнее прочих здесь особый акцент делается на европейскую валюту которую мы с вами весьма удачно и эффективно в последнее время продаю на данный момент пара евро доллар котируется на отметке 112 35 лоу находится на уровне 112 25 были очень высокие шансы на то что мы протестируем поддержку 112 еще вчера но пока что именно покупатели евро смогли собраться под конец торговой сессии но это еще ничего не значит друзья тенденция остается нисходящая новостной фон только лишь располагающий для того чтобы евро шортить и дальше сегодня кстати на повестке экономического календаря не так уж и много отчетов но будет много макро статистики по активности сферы услуг производственного сектора основных европейских экономик и еврозоны в целом буквально в 10 30 московском времени у нас будет возможность разобрать все эти релизы если опять же посмотреть крупными мазками скажем так на прогнозы по тем данным которые ожидаются то есть очень много шансов на то что статистика разочарует и для европейской валюты конечно же это будет еще одним якорем который определит и может быть даже усилить эту нисходящую а тенденцию также сегодня ожидается выступление байдена будет интересно посмотреть последует ли реакция доллара и американского фондового рынка на его слова потому что мне кажется он коснется а вскользь тем относительно реализации проектов расходов на инфраструктуру но мы помним то что законопроект стал полноценным проектом и в принципе уже взята и начать реализовываться и это ранее уже оказало поддержку американскому фондовому рынку что касается а темы будущего главы нового главы после февраля федеральной зеленой системы то сегодня я готовил даже друзья для вас на выступление относительно шансов аль брейнард и джером паула с учетом их политической карьеры предпочтений с учетом тех той поддержки которую они ранее получали в сенате когда их назначали на разные позиции но байден меня опередил потому что вместо того чтобы сегодня вечером буквально за сутки до начала своего отпуска сказать нам кто будет новым главой фрс он сделал это вчера и наверняка если вы следите за новостным фоном знаете то что пауэлл будет следующим главой фрс собственно сохранит за собой эту позицию и останется опять же республиканцам в рядах демократов очень интересное решение байдена но видимо ему виднее скорее всего здесь стоит коснуться темы финансовой стабильности предсказуемой монетарной политики возможно какую-то разъяснительную беседу провели с джером паула мы дали ему понять что возможно фрс стоит вмешаться в текущую экономическую ситуацию с ростом инфляции повлиять на скачок индекса потребительских цены может быть начать уже начать монетарную политику мы друзья все это уже скоро узнаем когда пройдет следующее выступление джерома паула ранее я говорил что это не ранее чем а следующая неделя на данный момент индекс доллара котируется на отметке девяносто шесть пятьдесят четыре спрос на доллар как на защитный актив безусловно сейчас играет ему на руку потому что в целом в условиях сохраняющихся рисков глобальных особенность за ковида доллар спросовый актив назначение паула точнее его переназначение это тоже фактор который пока что располагать к покупкам доллара потому что все находятся в подвешенном состоянии какое решение примета на паула далее в свете последних отчетов по инфляции я в индекс доллара собственно как и раньше вам предлагаю не лезьте но есть очень интересная валютная пара который сейчас уже находится на максимальных уровнях с 17 года эта пара доллар японская иена котировки 115 05 и по прогнозу экспертов сити мы очень скоро увидим уровне 118 то есть для такой валютной пары ну не совсем волатильные 300 пунктов это конечно же очень большой путь предстоит преодолеть но все-таки ожидание того стоит особенно если действительно американский регуляторша все-таки прогнется под давлением многих и анонсирует скоро ужесточение монетарной политики сейчас торговля пары доллар иена может быть основана на крайне слабых удручающих макроэкономических данных в японии которые разумеется контрастируют с той статистикой которую мы разбирали даже по штатам то есть вспомните последние отчеты по роничным продажам по производственному сектору по заказу на товар элитного пользования цифры хорошие и это позволяет рассчитывать на то что при любом раскладе даже если смотреть просто на перспективу даже ближайших нескольких лет темпы ужесточения монетарной политики в сша будут опережать темп аналогичных решений со стороны банка японии поэтому и такие горизонты покупок со стороны сити мне кажется предсказуем если вам нужна долгосрочная сделка считать что-то хороший трейд может из этого выйти по поводу рынка нефти 78 53 сейчас уровне чуть выше чем мы констатировали во время прошлого брифинга но есть риск того что нисходящая динамика в ближайшее время может ускориться потому что риски локдаунов в европе уже стали реализовываться это очень сильно бьет на по позициям рисковых активов а сырье это тоже категория рисковых инструментов очень сильно такой фон подрывает рыночное настроение даже несмотря на то что голлман сакс продолжает фактически настаивать на том что продаж статистических резервов локдауна в европе это негативный фон он слегка будет компенсирован фактом значительного дефицита предложения за последние четыре недели спроса приезжает предложение больше чем на 2 миллиона баррелей в сутки это серьезная цифра я допускал что даже концу года мы вряд ли увидим полтора миллиона дефицита но вот эксперты голлман сакс уже видят даже и нашли статистическое подтверждение более значительного дефицита если эта проблема решена не будет она вряд ли будет решена в ближайшее время то конечно же цены на нефть могут очень быстро перейти к росту я пока что вне рынка но торговать брендом планирую только лишь с точки зрения длинных позиций будут сказать хорошие входа обязательно об этом расскажу американский фондовый рынок вчера сделали очередной исторический максимум 4739 пунктов сезон квартальных отчетов практически завершён буквально несколько компаний еще отчитается 83 процента тех организаций которые представили результаты своей квартальной деятельности эти результаты превзошли ожидания экспертов очень сильный сезон мне кажется сильнейший за последние лет десять и понятно что этот фон оказал значительную поддержку фондовому рынку собственно цели на 4800 они остаются актуальны евро против доллара здесь как я уже отметил ждем 1 12 ниже потому что локдаун в австрии только лишь начало власти германии снова в очередной раз из-за ковида бьют тревогу меркель отметила накануне что так плохо ситуация еще не развивалась с коронавирусом в ведущем локации валютного блока поэтому думаю что новые ограничительные меры могут быть приняты в германии уже в ближайшие недели это конечно же такой фон является серьезным препятствием для европейского центрального банка на пути ужесточения монетарной политики поэтому пока что дорога вниз открыта фунта разумеется не трогаем вчера давление на британскую валюту было вызвано не только укреплением доллара но и фактом по-прежнему тупиковая ситуация по вопросу рыболовства касательно северной ирландии и это все как бы тема потенциального задействия 16 статьи протокола я ранее на рассказывал об этом пока фон не разрешится и картина не прояснится не нужно покупать фунт даже если вы уверены что в декабре банк англии повысит процентную ставку друзья на этом собственно все большое спасибо за внимание хорошей торговой сессии всем пока